В Крыму, когда мы жили, у нас стояли на посту и становились егеря, потому что татары военные, которые на фронте воевали, возвращались в Крым и не находили свои семьи. Они, значит, объединялись в такие отряды и уничтожали всех жителей, которые жили в их домах, и детей, и стариков, всех уничтожали. И тогда специально были снаряжены такие егеря. Вот я помню, у нас в доме стояли три человека с винтовками, с оптическими прицелами, которые уходили на поиски этих татар. Они нас защищали таким образом. Помню, когда уезжали из Крыма. В Керчи грузились на паром. Море штормило, и было черно-синим таким, страшным. И вот на этом пароме мы плыли по определенному руслу. С двух сторон стояли буи, которые указывали путь парому. Ему нельзя было выйти за эти буи, потому что то там, то тут из воды торчали мачты потопленных судов. Зрелище было довольно впечатляющее. И когда к Таманскому берегу приближались, то насколько хватал взгляд, по всему берегу стояли битые танки, пушки, машины, катера. Весь берег в несколько ярусов был заложен вот этими погубленными орудиями, техникой. В Ростов мы не смогли добраться, потому что не было средств, чтобы доехать. И мы на целых полгода, может быть больше, застряли на Кубани. Это тоже был период очень интересный. Это было начало 45-го года. Потом мы добрались все-таки в 45-м году до Ростова. Наша квартира была целая, но ее заняли во время войны. Какой-то районный чиновник поселился. И практически нам негде было жить. Мы жили у бабушки в однокомнатной квартире. 11 человек в 20-метровой комнате. И спать нам приходилось на улице, в сарае для дров и угля. И от голода мы стали пухнуть. И вот такая ситуация страшная была. При живых родителях, когда тысячи и тысячи детей были беспризорными, во время войны, и нас, при живых родителях, взяли с братишкой в детский дом. Дошкольный еще. И этим самым нас спасли. Иначе мы просто умерли бы. Мы уже пухли от голода. Помню, тогда был эпизод с котенком. Этот эпизод у меня в глазах так и застыл. Даже до сих пор я чувствую вину перед этим котенком. Я взял его в плен, и он за диверсионные действия был приговорен мной к смертной казни. Я должен был его казнить за то, что он совершал диверсии. Я помню, я до сих пор ощущаю, что я это неизбежно сделал бы, потому что я взял его за шиворот, какую-то щепку нашел и ввел его на казнь. Слава Богу, мне навстречу шла какая-то женщина по тропинке. Она увидела, что я как-то странно держу этого котенка за шиворот. Она забрала его, меня отругала и унесла котенка. И я понимаю, что я ничего не смог бы сделать, чтобы его не казнить. Это до сих пор во мне сидит. Это такая вот страшная вещь. И я до сих пор очень благодарен этой женщине. Я благодарен Богу за то, что эта женщина попалась мне на пути. Мне было 5-6 лет. Только меня и Леню забрали в детский дом. Юра уже сам бегал. В смысле, с родителями был. А родители работы не имели, потому что отец был больной, его никто не принимал на работу, а мама не могла, потому что нас было трое у нее. И надо было как-то крутиться. Это же было невозможно. В детском доме кормили... Я скажу, не скажу, что нас спасли, конечно. Но там все-таки 3 раза в день нас кормили. И это помогало, безусловно. Ну вот. Это все, что касается войны. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ